Бюджет – это самый сложный документ, который поступает в Государственную Думу. Это не отдельные цифры, это судьбы страны, это благополучие нашей граждан, это помощь детям, старикам, женщинам, это будущее наших высоких технологий. Я к этому отношусь очень серьезно. У нас целая большая научная группа экспертов, которые уже готовятся, и прежде всего на основе нашего бюджета. Мы летом провели в Орле международный экономический форум и подготовили бюджет развития и программу победы по выводу страны системного кризиса. Без этого невозможно и победить нацизм, фашизм, который разгулялся на ридной Украине. Мы к этому готовимся очень тщательно. Мы давно заявляли о том, что надо поменять приоритеты. Да, у вас может быть неплохая расходная часть, но вы по-прежнему, если ее тратите ни на передовые технологии, ни на науку и образование, вы не решите ни одной проблемы. Есть железные законы логики и развития, которые нельзя нарушать. Вот много лет подряд, допустим, на аграрно-промышленный сектор выделяется около полутора процентов и не более. Хотя все знают, чтобы быть независимым от чужого продовольствия, чтобы успешно развиваться и не выбрать, надо примерно тратить 8-10 процентов расходной части бюджета. Советская страна, она тратила до 15, а то и более. Белоруссия сейчас так поступает. А у нас эта часть, мы подготовили под нее и бюджет развития, и новые цели на, и развитие и поддержка сельхозмашинстроения. При нашем шерсте сельхозмашинстроение за последнее время прибавило 28 процентов. Но у нас комбайны и трактора стоят сейчас на площадке и не покупают. Почему? Потому что цену на хлеб крестьянину провалили, массово закупки зерна не сделали, цена во всех магазинах и лавках ни на копейку не снизилась, хотя мы получили урожай 158 миллионов, больше, чем по тонне на человека. Никакой проблемы не составляло, чтобы наше правительство закупило у крестьянина по твердой, хорошей цене, условно, 15 тысяч рублей за тонну и по своим сетям продла. И тогда бы все сети остальные снизили вам цену, а из хлеба можно получить 250 видов продовольствия от барана, макарон и все остальное. Я не понимаю, почему это не закладывается в бюджет, хотя решение готово. Дума рассмотрела, во многом одобрили, одобрил президент на государственном совете. Вот я сейчас хочу посмотреть, есть ли решение этой проблемы в новом бюджете. Страна вымирает ударными темпами. Мы единственная в мире страна, которая продолжает терять население. Чтобы не терять население, надо прежде всего хорошо учить, лечить и кормить. Чтобы хорошо кормить, надо, чтобы вы получали приличную пенсию, зарплату и стипендию. Вот я хочу глянуть, у нас прожиточный минимум 16 242 рубля. Ну, попробуйте прожить на них. Да, президент принял решение на 18% поднять. Это 3 тысячи примерно, значит будет 19 200. Но это тоже крайне мало. Почему в Польше в три раза больше? Даже в Прибалтике в два раза больше. Они не имеют таких ресурсов, таких средств. Для меня принципиально важно. У нас 10 миллионов детей войны. Они спасли страну после войны. Они в Станков работали. У них Гитлер детство отнял. А сейчас живут с жалкой пенсией. Это уже до 20 тысяч. Давайте их поддержим. Говорят, денег нет. Я с этим категорически не согласен. Если они принесли опять бюджет, который не позволяет нам отрегулировать цену на солярку. Я вот посмотрел, президент правильно возмущался и правильно давал поручение. Но сегодня я слышал, оправдывался. Ну, кто вам мешает за 30 дней, когда идет уборочная и готовится оружие будущего, отрегулировать цену на солярку? А у нас энергоносители, как у дурака махорки. Он говорит, ну поручите нам. Мы за три дня ее отрегулируем. Мы носили закон, а регулировать цен на товары первой необходимости. Есть товары первой необходимости. Не может рынок это определять. Не может олигархия. Это должно определять государство. У нас написано даже в этой конституции социальное государство. Скажите, как вот сейчас Ставрополь, Ростов, Краснодар. Они сейчас посевную. Они закладывают в рай будущего. Они сейчас бегают. А солярка выросла с 55 рублей до почти 90. Ну мы недавно объясняли, ну пригласили замминистра, он там оправдывался. Ну не он решает это. Ну не он решает. Соберитесь и примите решение, чего не гонят за кордон. Да я понимаю по 95 рублей сейчас за баррель нефти. Да. Ну у тебя, если нет своего хлеба, если нет своего урожая, если свои моторы не заправлены. Против нас же война идет. Войну. Если бы это случилось в 41-45, за это расстреляли бы и правильно сделали. Я не злой человек, совсем не злой. Но сейчас вот переходит уборочная за Урал и дальше глянул, там солярка поднялась до 85-90 рублей. Каким образом? А на завтра эта цена расползется по всему продовольствию, по всем товарам. И послезавтра будет орать инфляции. Тогда Центробанк снова начнет сдувать ставку. А вздули ставку, все остальное остановилось. Ни кредиты взять, ничего. И ходят по этому замкнутому, идиотскому кругу 30 лет. Ну пора сообразить, что никакой рынок ни в одном государстве еще ничего не отрегулировал. На то и государство есть, и бюджет принимается, и комитеты, чтобы определять этот порядок. А когда вам определяет цену олигархия, кто стал самым богатым в этом году условия войны? Банкиры получили 2 триллиона 400 миллиардов больше, чем за весь прошлый год. 30 главных богачей, упырей, извините за выражение, вы это не покажете, тоже уже набили карманы больше, чем весь бюджет. Бюджет. Скажите, нужно им? Не нужно. Они рискуют. Они очень многим рискуют. Нужно стране? Абсолютно не нужно. Страны сейчас обязаны побеждать на фронте, восстанавливать порушенные хозяйства, создавать условия для производства. Поэтому для меня бюджет этот, это бюджет не текущего и даже не трех лет. Это бюджет накануне президентских выборов, где мы будем не только президента избирать, и верховного главнокомандующего, и определять стратегию на будущее. А президент Путин очень честно сказал, что капиталист зашел в тупик. Но мы в этом тупике уже сколько лет болтаемся. Мне понравилась его фраза на Дальневосточном форуме. Вот он повернулся, сидит вся наша гвардия олигархическая, и говорит, нельзя наступать снова на одни и те же грабли. Я хочу добавить, что они с этих граблей еще и не слазили. Если бы они слезли из граблей, они бы сами пришли и сказали, ребята, возьмите с нас прогрессивную шкалу налога. Во всем мире платят, а наши не хотят. Кстати, я Довосский форум смотрел, там главные капиталисты, чтобы не разорвало противоречие, что все более накаляется. Предложили, они минимум 30% платят, еще им на 10% поднять. Вот пусть наши берут хотя бы с них пример в этом. То брали перинская кармана набивать и яхты строить. Вот яхты арестовали, сейчас надо принимать бюджет развития, бюджет будущего. Бюджет, который бы страна приняла. Вот мы предложили такой бюджет и по итогам выборов обратились официально с заявлениями. Я его сегодня разослал и президенту, всем министрам, членам Совбеза, губернаторам. Нам надо выходить на новый курс. Одного признания, что мы зашли в тупик, мало. А для нового курса прежде всего нужен качественный иной бюджет, иная финансовая политика. Меня порадовало выступление Собянина вчера на московском форуме. Он вышел и прямо сказал и Силуану, и Навиулиной, что нужно нам проводить политику для развития высоких технологий, новых отраслей. Абсолютно верная постановка. Это и будет импортозамещение. А развернуть трубу с запада на восток, опять привязать себя к чужим рынкам, это неправильное. Вы обязаны производить главное. И последнее. Никакая великая страна не может называться великой, если она не тратит примерно 25% бюджета на науку, на образование, на здравоохранение и культуру. Она не может ей при воре быть. Поэтому посмотрим. Но мы очень заинтересованы поддержать ребят, которые сражаются. Они должны получить все необходимые для победы.